Смотри, какие все счастливые, да? Все счастливые, все довольные. Смотри, Андрюшка, как беззубый, смотри, смотри, беззубый, улыбается, насколько. В этой семье очень любят фотографироваться, снимки распечатывают и собирают в альбомы. Татьяна и Дмитрий часто вот так садятся вдвоем и вспоминают, как весело проводили время с семьей, как росли их дети, родных у пары двое. Но есть одна фотография, глядя на которую, не хочется смеяться, как бы не расплакаться. На снимке двоюродная сестра Татьяны. Вот она по центру. Женщина заболела и умерла. Осталось трое детей, которых органы опеки планировали отдать в детский дом. Мы с мужем находились в одной комнате, и мы сутки молчали. Молчал он и молчала я. Ну, трагедия-то какая, что мы все это переваривали, информация. Мы переваривали, и потом, когда я Диме говорю, Диме, может быть, уже хватит молчать. Мы, наверное, с тобой думаем об одном и том же. Почти в один голос супруги произнесли, дети должны жить с нами. К тому же родные, дочь и сын обзавелись своими семьями. Огромный дом опустел. Вот уже полтора года Данил, Настя и самая младшая Алена, она сейчас в лагере, живут здесь с тетей Таней. Мама. Она была, но она всегда с нами. Она нам помогает, если нам это нужно. Мы очень часто разговариваем о маме. У нас есть в доме лавочка желаний, лавочка воспоминаний, где мы можем абсолютно спокойно поговорить на любые темы. С ребятишками. Ну, в том числе и о маме. Эти дети не такие, как хозяйка дома. Татьяна очень активная, жизнерадостная и творческая женщина. Ребята скромные, не любят разговаривать с чужими людьми. Привыкают к новой жизни, в которой их очень любят. Данил и Настя с удовольствием помогают бабушке в огороде, а участок у семьи Малыченко немаленький. Сейчас ведь каждый день надо подрыхлить, полить, чтобы был хороший урожай. Дети помогают. Без них бы я что делала? Не справиться. Таня на работе, Димочка на работе. Только вся надежда на них. И у них хорошо получается. Так что внуки у меня достойные меня. Малыченко сегодня получили медаль за любовь и верность. Такие награды вручили еще 31 семейной паре края. Если посчитать всех детей, которых эти люди воспитывают, получается 122 ребенка. Присутствующие в зале не считают себя особенными. Говорят, мы просто любим. Это главный секрет семейного счастья. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости.